Добрый день, уважаемые коллеги и зрители телеканала МТМ. Мы рады вас приветствовать в муниципальном пресс-центре, чтобы вновь обсудить актуальные вопросы, проблемы и перспективы жизни нашего города. Тема сегодняшней пресс-конференции – парк «Дубовая роща-2014. Планы преобразования новации». Городской парк культуры и отдыха запорожцы любовно называют «Дубовка». В этом году парк раздвинул границы сезона и открыл его не традиционно 1 апреля, а на два месяца раньше. Что делает руководство парка и городская власть, чтобы Дубовка преображалась и развивалась, оставаясь при этом любимым местом семейного отдыха. Подробнее об этом расскажут наши гости. Начальник управления по вопросам экологической безопасности Запорожского горсовета Глеб Анатольевич Золотарев. Директор Центрального парка культуры и отдыха «Дубовая роща» Виктория Вячеславовна Чекалова. А также заместитель директора парка «Дубовая роща» по коммерческим вопросам Виктория Владимировна Агентаева. В этом году мы планируем начать реализацию и реализовать три основных природоохранных мероприятия в нашем парке «Дубовая роща». Первое – это мероприятие по расчистке водоема парка «Дубовая роща» и благоустройство прилегающей территории к самому водоему. Второе мероприятие – это мероприятие по реинтродукции, восстановлению популяции белок в нашем парке. И третье мероприятие, которое мы также планируем реализовать – это увеличение видового разнообразия растительности парка «Дубовая роща». Итак, что касается расчистки водоемов нашего парка. Управлением капитального строительства городского совета был разработан проект по расчистке водоемов парка «Дубовая роща» и благоустройство территории. Что касается проекта, он разработан и сейчас находится на экспертизе. Еще месяц-два, и экспертиза, я думаю, будет закончена. Согласно этого проекта, будет расчищено полностью дно водоема, будет удален ил, мусор, ветви, опавшие деревья. Будет проведено берегоукрепление самого водоема, будут сделаны доступы к воде. Кроме этого, вокруг водоема полностью будут восстановлены дорожки, где их нет, они будут заново сделаны. И гидросооружение реконструируют для того, чтобы оно было в исправном состоянии. Следующее природоохранное мероприятие – это реинтродукция, восстановление популяции белок в нашем парке. Много лет назад популяция белок в парке была. Мы видели этих белок. Но, естественно, она была искусственно создана. А все искусственное обязательно нужно поддерживать. Поэтому было принято решение восстановить популяцию белок в парке Дубовой рощи. Для того, чтобы провести эти работы, Запорожский горсовет обратился в Запорожский национальный университет с просьбой предоставить научное обоснование реинтродукции украинской белки именно в парке Дубовой рощи. Запорожский национальный университет предоставил научное обоснование. То есть у нас появился план действий, что мы должны делать шаг за шагом для того, чтобы эта популяция была восстановлена. Что касается самого мероприятия. В июне месяце, ориентировочно в июне месяце, в парк Дубовой рощи будет завезено от 5 до 7 пар украинской белки. Завезены они будут с Харьковского зоопарка. Каждый зверек будет иметь витилинарный документ и биологическую карточку. Это в обязательном порядке, потому что белка – это дикий зверь. Кроме этого, на период акклиматизации белки будут размещены в специальном вольере, специально установленном, для того, чтобы прошла акклиматизация и карантин. За этот период, это где-то период будет 2-3 месяцев, за этот период в парке Дубовой рощи будут вывешены искусственные жилища для белок, так называемые белчатники, которые в дальнейшем станут, когда уже популяцию выпустят в природную среду, эти белчатники станут надежным убежищем для данных зверьков. Третье мероприятие – это увеличение разнообразия, видового разнообразия нашей флоры в парке Дубовой рощи. Во-первых, мы здесь решили пойти двумя путями. Первое. В парке Дубовой рощи будет возле определенных деревьев и кустарников установлены специальные информационные таблички. К тем существующим видам растений и растений деревьев и кустарников, которые есть у нас в Дубовой роще, мы планируем еще добавить экзотические виды деревьев и кустарников, которые нормально могут расти, цвести в наших климатических условиях. Например, это и Дуб Красный, это и Тис Ягодный, прекрасно растет в наших широтах, это и кипарисовики, и туевики, это и лиственницы, это и тюльпанное дерево, мыльное дерево, это и магнолия, возможно, высадить и сакуру, и удовое дерево, и ряд-ряд других экзотических растений. Нашему парку, безусловно, нужно как рядовое разнообразие флора и фауны. Точно так же мы надеемся и ожидаем, когда в нашем парке появятся первые выводки белок, но больше всего в нашем парке мы ждем посетителей, а парк так или иначе находится в конкурентной среде. Несмотря на то, что в Запорожье это единственный парк, который имеет штат сотрудника, структуру управления, тем не менее мы понимаем, что нам нужно конкурировать в системе развлечений, которые предоставляются как в нашем городе, так и вокруг него. Поэтому уже в этом году в парке появились новинки. Ну, в первую очередь у нас открылся всесезонный тюбинговый склон. Это специальная горка высотой 11 метров. На ней можно спускаться на тюбингах как зимой, так и летом. И если у наших соседей в Днепропетровске такой склон работает только зимой на искусственном снеге, то у нас он оборудован специальным покрытием, которое имеет характеристики подмороженного снега и удерживает тюб в определенной траектории. Уже в мае мы готовим для вас новый сюрприз. Это масштабный трехуровневый веревочный парк. Он будет размещен недалеко от фонтана рыбы, правда на другом берегу залива, потому что мы хотим развивать те территории парка, которые сейчас были не очень популярны и не часто посещались. Для того, чтобы хотя бы немножко оттянуть поток посетителей только из городка аттракционов и распространить его равномерно по парку. Особая изюминка этого веревочного парка будет заключаться в том, что только в Запорожье мы с вами будем иметь возможность на троллее перелететь через залив и вернуться обратно. Такой новинки у нас еще не было. Мы сейчас работаем с нашими партнерами, которые сотрудничают с нами на основе договоров о совместной деятельности, над тем, чтобы качественно улучшить систему питания в парке. Новые точки общепита имеют подключение воды и канализации, и поэтому фактически уже начинают ориентироваться на детский общепит. Главная инновация, о которой еще никто не знает, и я сообщаю это только здесь на пресс-конференции, это введение системы паркового безлимита. Что это означает? Сейчас билеты в парке на аттракционы стоят от 5 до, по-моему, 16 гривен, да, или 15, вот, за одно катание. Но если ребенку купили вот такой браслет и надели на ручку, то он может кататься в парке в этот день столько, сколько хочет без ограничений. Вот такой браслет будет стоить 100 гривен, и он полностью закрывает все мероприятия, все аттракционы парка и их пользование за день. Мы планируем в мае запустить участок цивилизованных мангальных зон. Не секрет, что парк в мае обрастает любителями шашлыков на природе, но полить костры на земле парка, во-первых, запрещено, во-вторых, очень часто получается, что такие посетители располагаются как раз в зоне заповедного фонда, потому что он так, наиболее тих, спокоен, далек от дороги и шума, но это может нанести рано или поздно непоправимый ущерб парку, вот, его истории достоянием. Поэтому мы не хотим просто выгонять людей или как-то запрещать им реализовывать их привычку. Мы хотим предложить им цивилизованный способ проведения времени в том сценарии, в котором они уже привыкли. Также мы продумали программу, которая называется «Каникулы в парке». Мы приглашаем к сотрудничеству педагогов, воспитателей, организаторов с организованными группами детьми. Для таких детей, для таких групп мы разработаем систему скидок на парковый безлимит, и в рабочий день эти безлимитные ленточки будут гораздо дешевле, и таким образом дети группами от 7 до 15 человек в рабочий день смогут посещать парк, использовать все то, что им можно в выходной, дешевле и в более комфортных условиях, потому что в рабочий день парк не так наполнен посетителями. Применяя эти подходы, мы уже сейчас добились результатов, которые нас пока радуют, так, чтобы сравнить финансовые показатели. В 2013 году в первом квартале парк получил доход 20 тысяч гривен, а в 2012-м 19 тысяч гривен. Но это показатели, которые стали очевидными уже в конце квартала, то есть когда закончился март. Наш март еще не закончился, парк и вправду начал работать раньше, и уже на сегодняшний день мы заработали 132 тысячи только от основной деятельности парка. То есть уже сейчас посетители активно приходят в парк, пользуются аттракционами. И, ну, наверное, вот эти вот все усилия и позволили хорошо так начать этот сезон, ну а планы на будущее, безусловно, еще грандиозней. Особенно хочется поблагодарить членов исполкома городского совета и городского голову, потому что сегодня тот день, когда решение про упорядочивание движения автотранспорта по территории Дубовый Гай наконец-то подписано. И мы теперь в отношении этого решения должны произвести целый ряд действий. В первую очередь мы должны согласовать схему движения автотранспорта по парку, а также ее график. Позиции руководства Дубовый Гай – это запрет на въезд автомобилей с 10 утра. Самый главный процесс в парке, самый основной, который необходимо реализовывать, это процессы в рамках «чисто и безопасно». Существенно безопасность в парке снизит отсутствие появления в них автомобилей после 10 утра. Ну а кроме того, в рамках протокольных решений городского совета подготовлено целый ряд задач, которые мы сейчас внедряем. Это проектные проработки, системы водопостачания, водоведведения, устройства новых туалетов, в первую очередь городки аттракционов. Мы должны улучшить и условия труда наших работников, потому что им тоже необходим и санузел, и душ, чтобы они могли переодеваться в чистую форму и выполнять услуги для наших посетителей. Отдых в парке должен быть культурным. Мы приглашаем и общественность города, и предприятия наши рассматривать парк как площадку для имиджевых или массовых событий. На сегодняшний день парк уже видоизменился. Как уже говорилось, у нас летняя эстрада очень так преобразилась, стала яркой, красочной. Мы расширили границы, так сказать, обзора тех мероприятий, которые будут проводиться и уже проводились. Колесо обозрения у нас довольно-таки стало солнечным, ярким и таким привлекательным для наших посетителей, потому что парк расширил границы сезона, и начали мы работать в феврале месяце. Начали работать все аттракционы. На сегодняшний день аттракционы работают только по выходным, но к концу марта мы возобновимся, и все аттракционы будут работать ежедневно. До этого момента уже вместе с сотрудничеством, с предприятиями, с торговыми марками нашего города и с грамматиками, такими объединенными «Я купую запорийские, убираю свои», были проведены ряд мероприятий. Первое из них — это на 14 февраля, День влюбленных, который прошел довольно-таки ярко, феерично, с импровизированной и настоящей церемонией выездной свадьбы бракосочетания. В марте масленица, которая прошла сотрудничество с торговой маркой «Квастерас», которую предоставили для наших детей, и, наверное, не только для них, и для молодежи города «Соломенный лабиринт», в котором можно было найти всевозможное множество призов, благодаря нашим предпринимателям, которые сотрудничаем в парке и с торговыми марками города Запорожья. В этот день был открыт тюбинговый спуск, который является теперь нашей изюминкой, наверное, потому что первый в Запорожье, первый не только, наверное, в нашем городе. У нас проведен, так сказать, анонсирован проведение архитектурного конкурса. Мы собрали уже такое большое количество заявок, не только архитекторов и таких архитекторных бюро Украины, но и России и Европы, которые с радостью хотят помочь и преобразить наш парк с теми условиями, которые уже закреплены в форпроекте, который разработан и утвержден городским головой в прошлом году. Территория Вячеславовна, охарактеризуйте парк. Какова его территория? И территория, все-таки, мы знаем, большая. Если комплексная реконструкция будет, вы будете как-то везде одновременно или частично? Тоже водоснабжение, водоотведение, те же туалеты? Парк Дубовая роща имеет общую площадь 54 гектара. И поэтому в рамках того, что мы сегодня получаем как доход или в надеждах на бюджетную поддержку, безусловно, выполнить его реконструкцию на всю эту территорию невозможно. Но, с другой стороны, пора закончить историю очаговых реконструкций в парке, когда что-нибудь восстанавливается или реконструируется, но вокруг агрессивная среда или отсутствие надлежащей охраны, отсутствие, например, полива для растений и для тех клумб, которые раньше были устроены в парке, но все равно не выставили в этих условиях. Мы хотим реконструировать парк на основе понимания целостного его развития и выбора тех приоритетных процессов, которые, скорее всего, заложат основу под дальнейшее развитие парка. Есть предприятия, которые хотят организовать в парке красивейшие клумбы. Ну, там установить табличку о том, что это от такой-то марки подарок городскому парку. Но, с другой стороны, эта клумба не будет символом процветания, если в эту клумбу не будет установлена система полива. А если она будет установлена, тогда горожане в летний день возле этого зеленого и такого увлажненного оазиса будут чувствовать себя просто потрясающе. Поэтому нам в первую очередь нужно сделать проектные проработки и уже тогда приглашать туда инвесторов и спонсоров, и что-то выполнять, безусловно, за свои деньги, так, чтобы оно жило долго. А что касается именно аттракционов, ведь, в принципе, у них уже хороший возраст, возможно, какие-то тоже их реконструкции ожидают, новые покраски. Их осмотр, их ремонт, устранение всех недостатков, которые возникают после того, как нас проверяет Герпромнагляд, мы делаем ежегодно. Но на самом деле, вы абсолютно правы, морально эти аттракционы давно уже устарели. Единственное, что на аттракционы, как и в любом другом бизнесе, существует некая мода. И сегодня популярно что-то одно, а завтра оно уже не так и ценно, потому что другие конкурентные площадки внедрили это у себя. Поэтому позиция руководства парка выглядит следующим образом, что парку необходимо за собственные средства реализовать те процессы, которые неинтересны инвесторам. Например, чисто, безопасно, коммуникации. А аттракционы имеют смысл развивать на инвесторских схемах. Когда полной суммой стоимости аттракциона рискует инвестор, парк эксплуатирует аттракцион, получает с него доход, и этим доходом возвращает инвестору постепенно стоимость аттракциона и процент дохода. Такие предложения существуют, и программы такие работают, например, в городе Виннице, в их парках. У нас есть такие предложения от инвесторов. Просто сейчас вкладывать деньги в парк, когда непонятно, что с электричеством, есть ли технические условия для установки такого аттракциона. Вряд ли стоит рассчитывать, что это будет такое надежное, успешное сотрудничество. Поэтому в первую очередь выполним эти процессы, и дальше установим в парке современные аттракционы, которые, к тому же, в общем-то, не будут составлять риска для вложения парковых коммунальных денег. Вопрос, на который в течение предыдущих трех лет мы не могли получить ответа. Ресторан, который находится в центре парка, это было заявлено как спортивная школа, в результате мы получили вот такой комплекс. Прокуратура признавала незаконным получение земли, незаконным сам факт строительства, но тем не менее ресторан продолжает там работать. Вопрос, кому он принадлежит, и какие ваши действия по отношению к этому объекту. И частные дома, которые находятся вот там уже на задворках парка, уже ближе к Днепру. В результате этой проверки прокуратуры и жалобы, которая была написана в наш адрес, мы увидели, какая компания является собственником этого ресторана, потому что у парка нет взаимоотношений с этим юрлицом. Нет никакой аренды земли, нет никакой аренды или каких-то взаимодействий. То есть фактически это субъект, который находится на территории парка, о котором мы очень мало что знаем. Если интересы парка были нарушены этим субъектом, то безусловно этому вопросу стоит уделить внимание. Но я вам скажу, что даже решение исполкома, которое сейчас подписано, это уже часть победы, потому что, насколько я знаю, для этой торговой точки очень важно, чтобы клиенты ресторана подъезжали туда на такси. А теперь придется ходить пешком. Частные дома появились на территории парка вместо домиков бакенщика, которые абсолютно законно были предоставлены работникам речпорта. Произошла банальная продажа, приобретение новым собственникам, и на месте маленьких убогих избушек появились вот такие дворцы. Механизмов, которые запрещают производить такое строительство, наверное, нет. Хотя, ну для того, чтобы точно ответить на этот вопрос, безусловно, нужна юридическая консультация. Парк от этих домиков не страдает сейчас. Они находятся на такой глубокой окраине парка. Хотя у нас есть планы. Вот, например, форпроектом развития дубовой рощи предусмотрено перенесение в ту часть хозяйственного двора. Вы говорили о том, что есть безлимит, можно купить и для детей. Сколько аттракционов доступны за счет этого безлимита, и могут ли взрослые тоже приобрести безлимит, потому что часть аттракционов, она, в принципе, подходит и для взрослых. И вопрос по мангальной зоне. Там будут установлены только мангалы, или все-таки будет какое-то обустройство, например, водоснабжение? Водоснабжением в той зоне мы обеспечим только точку выдачи мангала. То есть там можно будет помыть руки и помыть все то, что вы с собой принесли. Мангальные зоны мы обеспечим как мангалами, так и необходимой парковой мебелью. Правда, но она будет пока выглядеть там не прямо фишемебельно, то есть она сделана из пеньков. Но, тем не менее, достаточно этничной и комфортной. Что касается паркового безлимита, его может купить кто угодно, как ребенок, так и взрослый. Более того, на групповые покупки этого безлимита предусмотрены скидки. Единственное, на что стоит обращать внимание, это то, что этот браслет действует один день. Вот я вам показываю только три цвета из общего тиража безлимитных браслетов, которые у нас есть. То есть каждый следующий день цвет браслета будет меняться. И любому контролеру в парке будет видно, если кто-то попытался прийти во вчерашнем браслете. А цвет завтрашнего дня будет держаться в глубоком секрете. Поэтому обмануть парк будет достаточно сложно. То есть имеет смысл собираться группами, имеет смысл, если вы действительно хотите отдохнуть в парке комфортно, выбирать для этого рабочий день. Потому что, вы знаете, даже сейчас нас очень удивляет тот поток людей, который направляется к нам в парк. То есть, к сожалению, возникали очереди. Мы в эти выходные применяли специальные, ну, быстренько пытались разделить кассу на два кассовых киоска. Вот в будний день в парке комфортно, просторно, и вы сможете воспользоваться всем в полной мере. Вы знаете, мы придумали этот безлимит, отвечая на такую потребность наших потребителей, мы ее заметили. Вот, например, ребенок покатался на веселых горках, и он говорит родителям, я хочу еще. И это я хочу еще продолжается очень долго. Родители напрягаются в этом месте, потому что все-таки тяжело доставать деньги из кармана каждые три минуты. Понимаете? А так вы купили за 100 гривен безлимит, и вы больше не переживайте. Он хочет 10 раз на веселых горках. На здоровье. Виктория Вячеславовна, все-таки по аттракционам. Есть аттракционы, на которые оплачиваются наличными, а не билетами. В частности, надувной батут. Да. Он тоже будет входить? Значит, смотрите, у парка есть свой собственный надувной батут, и он будет входить в систему безлимит. А также с батутами работают предприниматели парка, которые работают с нами на основе договоров о совместной деятельности. Они в систему безлимит не входят, потому что мы никак не сможем отследить, сколько же денег в результате из кассы мы должны заплатить за участие в этом безлимите. Виктория Вячеславовна, ничего слова тут не сказали почему-то о фонтане, который там есть. Расскажите, пожалуйста, какая его судьба, потому что шла речь о реконструкции, о реконструкции нет, что известно? Я поддерживаю все позиции форпроекта, который был разработан в прошлом году для Дубовой рощи. Это такой интересный экономический документ, который просчитал максимальную емкость парка в плане его посетителей, максимальную его емкость в плане доходности. И, в общем-то, этим документом предусмотрены инструменты, как таких результатов достичь. В этом же форпроекте предусмотрено, что площадь водной глади, которая сейчас есть в парке Дубовой рощи, необходимо увеличить. А именно прорыть канал, который будет соединять два конца этого залива, для того, чтобы получить так называемый водный парковый круг. Наша водная гладь позволяет нам выставить 10-12 лодочек для катания. Но, соответственно, вы понимаете, что за день мы могли бы пропустить максимально около 100 человек, которые покатаются в лодках. Если 5 тысяч пришло, а только 100 смогли покататься, или представьте ситуацию, 10 тысяч пришло, и только 100 смогли покататься, то недовольными остались 9 990 групп посетителей парка. Поэтому нам нужно смотреть на нашу водную гладь, как на объект, который мог бы стать базой для парковых водных аттракционов с большей пропускной возможностью. То есть так, чтобы на этих водных аттракционах смогли получить удовольствие порядка полутора тысяч посетителей за один парковый день. Такие предложения существуют. Но если придется рыть канал, а такую возможность мы обсуждали в Управлении капитального водительства, и было вынесено решение, что да, канал прорыть возможно, и это не ухудшит эту экосистему, а даже улучшит, то тогда реконструкция фонтана рыбы, она просто сейчас бессмысленна. Потому что вот это как раз тот аспект, а знаете, очаговых реконструкциях. То есть здесь мы сделали красиво, потом начали новые работы, и красиво все испортили. Вот. Ведь нельзя реконструировать только фонтан рыбы. Рядом с ним нужно делать все аллеи, для того, чтобы уже это выглядело цельным комплексом. И вся эта красота, если все-таки будет принято решение рыть канал, будет испорчена. Поэтому реконструкцию фонтана перенесли минимум на год. Вопрос к Глебу Анатольевичу. По поводу деревьев, вы говорили, будут высаживаться новые деревья и... Ну, в общем, новые деревья будут высаживаться. Я хотел спросить, когда начнут уже появляться новые деревья, да? Данное мероприятие мы планируем проводить в рамках программы озеленения нашего города. Средства из экологического, из экофонда предусмотрены для зеленстроя на выполнение мероприятий. И уже первые экзотические виды растений у нас появятся осенью. Благодарим наших гостей за исчерпывающие ответы. А вас, коллеги, за активное участие в пресс-конференции. Мы ждем вас каждую неделю в муниципальном пресс-центре. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова